Наполеон Хилл Читает Игорь Гмыза Предисловие Великий датский философ и религиозный мыслитель Сёринг Йеркегор однажды написал «Хороша та книга, которая читает вас». Как раз такую книгу вы и слушаете. Книгу, которая не только стала классикой в сфере самопомощи, но и наделена редкой способностью находить подход к проблемам, внимательно рассматривать их и предлагать решения, как старый добрый друг. Но я должен предупредить вас. Эта книга сама ничего за вас не сделает. Но если вы искренне хотите изменить свою жизнь к лучшему, готовы потратить на это время, поразмыслить и приложить усилия для достижения своих целей, и если вы не обманываете себя, тогда вы держите в руках бриллиант, выдернутый из галечного пляжа, дорожную карту, ведущую к лучшему будущему, бесценный чертёж, способный полностью перестроить всю вашу жизнь. Я говорю это, основываясь на собственном опыте. Много лет назад из-за своей глупости и ошибок я потерял всё, что было мне дорого — семью, дом, работу. Практически без гроша в кармане и ориентиров я начал странствовать по стране в поисках себя и ответов, которые могли бы сделать мою жизнь хоть сколько-нибудь сносной. Большую часть времени я проводил в библиотеках, потому что они были бесплатными и тёплыми. Я прочёл всё от Платона до Пила. Примечание. Долгожданный ответ нашёлся в книге Уильяма Клемента Стоуна и Наполеона Хилла. Вперёд к успеху с позитивным мировосприятием. На протяжении более чем 15 лет я применял простые техники и методики, описанные в этой книге, и они принесли мне больше счастья и богатства, чем я заслуживал. Из бедного безродного бродяги я постепенно превратился в президента двух корпораций и главного редактора лучшего в мире журнала, Success Unlimited. Также я написал шесть книг, и одна из них, величайший торговец в мире, стала самым продаваемым пособием для продавцов за всё время. Она была переведена на 14 языков и распродана тиражом свыше трёх миллионов экземпляров. Но ничего бы не вышло, если бы не ежедневное применение принципов успеха, которые я нашёл в работе Стоуна и Хилла. Если уж мне удалось достичь того, чего я достиг, ничего не имея за плечами, то представьте, чего сможете добиться вы с тем, что у вас уже есть. Мы живём в странном и быстро меняющемся мире. Каждый день лжепророки пропагандируют свои модели достижения счастья и успеха. Но популярность этих идей держится недолго и быстро исчезает, как исчезла мода на хулахупы или камни питомцы. И когда морок спадёт, истина книги Стоуна и Хилла всё ещё будет менять жизни тысяч ещё нерождённых на свет. Так вы хотите изменить свою жизнь к лучшему? Если да, тогда эта книга – ваш счастливый шанс. Прослушайте её, изучите, прослушайте снова, а затем приступайте к действиям. На самом деле всё очень просто, если заставить сознание работать. И тогда с вами начнут происходить потрясающие вещи. Уж я-то знаю. Ок, Мандино. Вступление. Любая вдохновляющая книга по самопомощи, включая эту, должна оцениваться по тому, какие изменения происходят с вами, слушателями, когда сила книги мотивирует вас на совершение желаемого действия. В этом плане эта книга считается одним из самых успешных и вдохновляющих на действие пособий по самопомощи в 20-м столетии. Она вдохновила тысячи мужчин, женщин и подростков на обретение крепкого физического, психологического и душевного здоровья, поиски счастья, погоню за благополучием и достижение разнообразных целей, не претворечащих божественным законам и не нарушающих права ближних. С вами тоже произойдёт нечто потрясающее, если вы готовы. Подготовьте себя к этому и хорошенько усвоите высказывание Эндрю Карнеги о том, что все достижения и богатства начинаются с идеи. Прежде чем двинуться дальше, я хочу рассказать вам о моём соавторе, докторе Наполеоне Хиле. Думай и богатей Книга Наполеона Хилла «Думай и богатей» смотивировала на обретение богатства и успеха в работе больше людей по всему миру, чем любая другая книга, написанная в 20-м веке. Её автор родился в нищете, в бревенчатой хижине в округе Уайс, штата Вирджиния, в октябре 1883 года, а умер в ноябре 1970-го в Гринвилле, штат Южная Каролина. Ещё мальчиком юного Хилла благословляла, вдохновляла и мотивировала на большие свершения его спокойная и терпеливая мачеха, которая души в нём не чаяла. Это она заставила трудного ребёнка развить характер, усердно работать и стать образованным и прилежным учеником. В 1908 году во время обучения в колледже и работы в журнале юному Хиллу поручили взять интервью у Эндрю Карнеги, величайшего стали промышленника, философа и филантропа. Молодой человек так впечатлил Карнеги, что тот пригласил его к себе домой. Час за часом, на протяжении трёх дней, эти двое обсуждали философию. Старший романтизировал жизнь философов и их влияние на мировую цивилизацию, а младший с восхищением его слушал. Во время беседы Карнеги старался просто и понятно описывать принципы и концепции философов, которые он приукрашивал. И он рассказал главное. Как применять эти принципы в повседневной жизни и как они соотносятся с ним самим, его семьёй, профессией и любым человеческим действием. Вызов. Эндрю Карнеги хорошо знал человеческую натуру. Единственный способ заинтересовать энергичного, обладающего рвением и упорством экстраверта, чьи разум и эмоции сосуществуют в гармонии, это бросить ему вызов. Юный гость как раз был таким. Поэтому ему бросили вызов. «Что такого есть в атмосфере этой великой нации, что такой иностранец, как я или любой другой человек, может построить бизнес, обрести благополучие и добиться успеха?» спросил Карнеги. И прежде чем Хилл успел ответить, продолжил. «Я предлагаю вам посвятить 20 лет своей жизни изучению философии американских достижений и найти ответ. Вы принимаете вызов? Да», — последовал быстрый ответ. Эндрю Карнеги был искренне убежден, что за любую достойную вещь необходимо платить упорным трудом. Он готов был потратить свое личное время на молодого автора, чтобы консультировать его, знакомить с выдающимися американцами своего времени и оплачивать необходимые расходы на поездки с целью взятия интервью. Но Хиллу все равно приходилось зарабатывать себе на жизнь. За следующие 20 лет Хилл взял интервью более чем у 500 успешных людей. В их число вошли Генри Форд, Уильям Ригли, Джон Ванамейкер, Джордж Истман, Джон Рокфеллер, Томас Эдисон, Теодор Рузвельт, Эдберт Хаббард, Джей Огден Армор, Лютер Бернбанк, Доктор Александр Грехем Белл и Джулиус Розенвальд. Так Хилл и заработал себе на жизнь, применяя множество принципов, о которых узнал от Карнеги и тех, кого интервьюировал. А в 1928 году он закончил написание восьмитомника «16 законов успеха», книг, которые смотивировали тысячи людей на обретение благополучия и помогли им стать выдающимися достиженцами. По рекомендации сенатора Западной Вирджинии Дженнингса Рандольфа Наполеон Хилл служил советником сразу у двух президентов Соединенных Штатов Вудро Вильсона и Франклина Рузвельта. Он влиял на те их решения, которые, в свою очередь, оказали влияние на развитие американской истории. Когда ровно через 20 лет после первой встречи Хилла с Эндрю Карнеги «В свет вышли 16 законов успеха», эти книги перевернули мир. Семь лет спустя, находясь на должности советника Франклина Рузвельта, Хилл взялся за написание главного своего труда «Думай и богатей». Книга была опубликована в 1937 году и прочитана более чем десятью миллионами человек. Плодотворные исследования В 1937 году книга «Думы и богатей» досталась мне от Морриса Пикуса, известного менеджера и консультанта по продажам, а также лектора. Изложенная в ней философия настолько совпадала с моей собственной, что я разослал эту книгу во всем США своим торговым представителям. В то время я владел и работал в компании Combined Insurances, торговой организации, специализирующиеся исключительно на оформлении страховок от несчастного случая. Бинго! Проведя плодотворные исследования, я сорвал настоящий джекпот. Я обрел рабочий инструмент, способный мотивировать торговых представителей на увеличение продаж и прибыли, а иногда даже на обретение благополучия, всего лишь выполняя рекомендации из вдохновляющей на действия книги по самопомощи. Но как же история Эндрю Карнеги, Думы и богатей и 16 законов успеха связаны с этой книгой, спросите вы? Отвечаю. Если бы не они, эта книга никогда не была бы написана. Но она была написана и впервые опубликована издательством Принтес Холл в 1960 году. Думы и богатей содержат основные принципы философии Эндрю Карнеги. Они же содержатся и в 16 законах успеха, наряду с философией и опытом Наполеона Хилла, а также историями многих людей, которые прочли 8 томов 16 законов успеха и достигли благополучия и процветания. В этой книге вы найдете все эти принципы и даже больше. Она подробно рассказывает, как пользоваться величайшим из созданных механизмов, настолько удивительным, что только Богу под силу сотворить такой. Этот механизм – человеческий компьютер. Это ваш мозг и нервная система, на основе которых был создан механический компьютер. Эта книга расскажет, что и как делать, когда придет время подключиться и воспользоваться силой вашего подсознания. Обучали ли вас где-нибудь конструктивно использовать, нейтрализовывать, контролировать или приводить к балансу свои страсти, эмоции, инстинкты, склонности, чувства, настроение, образ мышления или действия? Учили ли вас метить выше и добиваться своего, несмотря на препятствия? Если ваш ответ нет, то вы научитесь этому, если прослушаете эту книгу и примените приведенные в ней принципы. Результаты, на которые можно рассчитывать. За последние 16 лет было напечатано более 420 тысяч экземпляров этой книги в твердом переплете. Наши читатели добились таких впечатляющих успехов в изменении жизни к лучшему, с таким мужеством встречали проблемы и воплощали в реальность свои мечты, что когда появилась возможность напечатать книги в мягкой обложке в издательстве Pocket Books, я был в восторге. Книги карманного формата достигают тиражей в сотни тысяч экземпляров. Наша основная с Наполеоном Хиллом задача помочь как можно большему количеству людей освободиться из-под гнета нежеланных мыслей, привычек и действий, а также найти и обрести истинные жизненные богатства путем удовлетворения желаний, не противоречащих божественным законам и не нарушающих права их ближних. Свобода от сдерживающих ограничений. В предисловии к этой книге Ок Мандино написал следующие строки. Я говорю это, основываясь на собственном опыте. Много лет назад из-за своей глупости и ошибок я потерял все, что было мне дорого. Семью, дом, работу. Практически без гроша в кармане и ориентиров я начал странствовать по стране в поисках себя и ответов, которые могли бы сделать мою жизнь хоть сколько-нибудь сносной. Долгожданный ответ нашелся в книге Уильяма Клемента Стоуна и Наполеона Хилла «Вперед к успеху с позитивным мировосприятием». Сегодня Ок Мандино известный лектор и автор лучшего торговца в мире, а также ряда других книг по самопомощи. А Норман Винсент Пилл, равно как и другие известные авторы, не раз говорили мне, как часто они вдохновляли других на высокие свершения, цитируя примеры и принципы из этой книги. Недавно друг пригласил меня на ужин в один из знаменитых вашингтонских ресторанов. Официант по имени Джимми обслуживал нас так здорово и эффективно, как не обслуживал ни один другой официант ни в одном другом ресторане мира. После ужина, когда мой приятель покинул ресторан, Джимми отвел меня в сторону и спросил, может ли он отнять у меня пару минут. Конечно, ответил я. Я просто хотел сказать, что книга «Вперед к успеху» с позитивным мировосприятием спасла мне жизнь, сказал он. Другой парень, Тед «Джи» признавался мне. Когда я был на шоу Ли Филлипса, вы сказали, что собираетесь изменить мою жизнь. Что ж, вам удалось, и вот что изменилось в моей жизни за последние пять лет. Я открыл бизнес и неплохо им управляю. Две мои дочери окончили, а третья все еще учится в престижном колледже. До этого у меня не было денег, чтобы оплачивать их обучение. Я купил дом с бассейном и полем для гольфа и с тому подобными изысками. Я шикарно отдыхаю и даже больше. Огромное спасибо вашей книге. Она всегда лежит на моем ночном столике и является должно быть самым ценным из моих увлечений. Врач из Милуоки, штат Висконсин, оба раза, когда я видел его, сказал, полагаю, вам интересно будет узнать, что одно из наиболее эффективных лекарств, которые я назначаю пациентам с психосоматическими заболеваниями, это ваша книга. И хотя существует несколько тысяч подобных примеров, связанных с этой книгой, величайшим доказательством станет ваш опыт, когда вы научитесь применять описанные в ней принципы. Особые указания. Когда вы будете слушать эту книгу, слушайте ее так, словно авторы ваши близкие друзья и писали эту книгу специально для вас. Выписывайте затрагивающие вас предложения, цитаты и слова, выучите самомотивации, помните, что цель этой книги сподвигнуть вас на желаемое действие. Авраам Линкольн имел привычку учиться у книг, которые читал, у людей, которых встречал, и у повседневных событий. Это давало ему пищу для размышлений. Таким образом у него появлялась возможность сродниться с этими идеями, приспособиться к ним и использовать как свои собственные. Вы тоже можете преобразовать свое творческое мышление, актерские способности, знания, а также личную и физическую энергию в успех, благополучие, здоровье и счастье. Эта книга не просто расскажет вам, как это сделать, но и подтолкнет к действиям. Ищите свой посыл, а когда найдете, разглядите его и приступайте к действиям. Чтобы направить сознание в нужное русло, старайтесь отвечать на каждый вопрос в конце каждой главы во время размышлений и планирования. Уильям Клемент Стоун Класс Стоун Класс 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 Субтитры создавал DimaTorzok